всем привет сегодня будет видео про форсаж дуги горячий старт эти функции я смотрю смотрю видео ролики в ю тубе как блогеры сварщики блогеры говорят о том что мешает им например горячий старт в работе сварки тонкого металла допустим что я не буду говорить кто именно потому что это будет некрасиво с моей стороны но есть такие которые даже умудряются отключать на сварочном аппарате горячий старт то есть ставят там тумблер чтобы можно было включить или отключить горячий старт по-моему это бред короче бред или сплетни как можно за сплетни скорее всего от сварщиков не вижу вообще не понимаю почему он может помешать в чем-то в каких-то работах но тонкая тонкое железо до сваривать и где он может помешать горячий старт он только может улучшить упростить работу сварщика каким образом он просто в определенные там секунды там секунда 2 накидывает ток для того чтобы разогреть сварочную ванну то есть набрать нужный нужный нужную температуру сварочной ванны при работе понимаете то есть в любом случае если не будет горячего старта то вы когда будете начинать варить у вас будет такой маленький наплывчик металла не расплавленного понимаете которую вы потом будете вот так расплавлять чтобы там его не было этого бугорка все функции которые сделаны сварочном аппарате то есть горячий старт форсаж дуги антизалипания они все необходимы и не могут приносить вред они только могут упростить сварочную процесс сам сварочный процесс вот они берут ставят тумблер и там отключают например горячий старт который ну прям необходим не знаю я без этого старта но уже не представляю сварки понимаете без горячего старта то есть это я творил москве например когда работал там там у нас в dvd 306 сварочный аппарат то есть такой большой-большой с переменой с постоянным током вот так там нету горячего старта и мучился блин с этим вопросом когда варил трубы да там сложно было то есть вот этот пока расплавишь вот этот вот сопляк который начале сварки поэтому не знаю и сегодня хочу продемонстрировать сварочным аппаратом не он в d163 в котором присутствуют все все функции форсаж дуги и горячий старт антизалипания то есть все в нем есть я сегодня буду варить ним тонкое железо где-то миллиметр толщина может даже меньше электродом двойкой 2 миллиметра вот без отрыва без отрыва это как обязательно я вам покажу что это все сплетни и выдумки что горячий старт может помешать или форсаж другие может помешать при сварке тонкого металла то есть есть один сварчик который у него сварочный аппарат у него там 2 регулятора то есть один ампер и на убавлять прибавлять другой короче регулировать форсаж дуги так вот он ставит форсаж дуги наполовину и говорит вот мне теперь хорошо варить короче когда наполовине стоит форсаж 2 то есть что произойдет если вам нам все его накрутят на всю мощность поставит ничего не произойдет улучшится сварочный процесс вот и все он как бы себе усложняет короче задачу когда ставит на половину форсаж дуги и сейчас я вот продемонстрирую вам то что это все сплетни не надо не отключать никаких горячих стартов ни в коем случае этого делать нельзя и форсаж дуги никак не влияет на работу с тонкими металлами я буду сегодня варить тонкий металл миллиметр толщина где-то может меньше не замерял нет нечем замерить без отрыва посмотрим получится или нет действительно они правы а или они сплетники короче итак поехали кстати эти электроды не подарили на день сварщика смотрите когда 25 мая 18 года уже скоро два года этим электродом смотрите сколько их там еще такие экономика я пачка а довольно часто приходится ними варить поехали сейчас ставлю а варить буду сварочным аппаратом не он не ончик смотрите у него спереди вообще ребер нету воздушных вот этих видите меньше мусор будет попадать внутрь вот единственное когда его разбирал мне пришлось заменить вот эти вот болтики потому что они по зализовались какие-то некачественные пришлось купить и поставить новое когда разбирал смотрел внутренности вот в этом аппарате все функции работают все абсолютно и ярко выраженные функции прям горячего старта форсажа дуги тоже измерял это все через шунт поэтому сто процентов так поехали вот настраиваю ток пока сколько мне тока надо да сейчас покажу такие шовчики ток стоит у меня 47 видно да я поставлю где-то наверное вот 45 потому что без отрыва буду водить сейчас еще попробую на 45 сколько так ну вот подготовил кусочек где буду сваривать вы знаете железо настолько тоненькая что его нужно варить электродом 1 и 6 без отрыва а двойкой получится только с отрывом еще плюс она видите в краски ржавая придется короче с отрывом варить но все равно какая разница отрывом без главное заварить правильно все ампер у меня стоит вот так вот 25 25 ампер поехали держи nein а и и а мама очень тонюсенький вот прихватки поставил покажи теперь поехали сварю металл м зажига 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 Смотрите продолжение в следующей части. Вот все, заварим. Сейчас шлак уберем, посмотрим, что там у нас. Вот такой шелчок. Заваренный металл. Так что, ребята, варить можно. Так это здесь просто толщина, вы представляете, какая? Совсем короче, ну не знаю, есть тут один миллиметр или нет. Плюс то, что я ржавчину убрал. Ржавчину убрал. Плюс то, что... Ну, краску снял, ржавчину убрал. И плюс то, что электрод у меня 2 миллиметра. То есть, сваривать детали тоньше, чем сам электрод, не вариант. По технике, короче, самой, понятно? А вот если был бы электрод 1,6, то можно было бы уже без отрыва это сделать. Понятно. Поэтому, вот вам металл сваренный. С горячим стартом. Понятно, да? Очень тонюсенький. Ну, фольга. О, видите, оно фольга. С проплавом. Все как полагается. Вот такой проплавчик. Вот. Так что, тонкий металл варить... Так что, тонкий металл варить можно смело. С форсажом дуги, с горячим стартом. Вообще не представляю, это без горячего старта, как вообще варить можно. Вот. А если... Такое железо, как вот это, да? Здесь 2 миллиметра. Здесь 2 миллиметра на этом железе. То электродами... 2 миллиметра можно варить без отрыва на таком железе. Поставим даже ампер побольше. Где-то 30-ку. 30-ку ампер поставили. Сейчас покажу, что можно варить без отрыва. Так что, тонкий металл варить. Согласен. Толстой. 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 Налинь. Толстой. 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 Продолжение следует... Вот, это толщина этой штуки 2 миллиметра тоже, как и электрод. Пожалуйста, без отрыва, ничего не прогорает, нигде ничего, никакой посадки. Пожалуйста, шов. Видите, да? Эта железка 2 миллиметра толщиной, электрод 2 миллиметра, вообще без отрыва можно варить смело. Никаких прогораний, ничего. Так что подумайте над этим. Стоит вам переключатели, выключатели горячего старта делать или нет, понимаете? А то выключатели ставить, чтобы горячего старта не было, это бред вообще, понимаете? Можно варить тонкие металлы свободно. У меня, кстати, есть видео, где я варю вот этими электродами двоечкой обод, обод на колесо. Обод, представляете, какой он тонкий. И я варю двоечкой, этот обод заварил, поменял кусок ржавого, ржавого куска, кусок вырезал, а другой варил, короче. Таким образом продлил жизнь колеса. Вот, поэтому тонкие металлы варятся, ничего не прогорает, вы сами видели. Просто надо, чтобы электрод соответствовал диаметру. То есть, если ты вы двойкой варите, то толщина металла не должна быть меньше, чем 2 миллиметра, понимаете? Если она меньше, то надо уже 1,6 электрод, чтобы без отрыва варить, если меньше 2 миллиметров. Ну, полтора, допустим, можно еще двоечкой варить полтора миллиметра. А миллиметр уже, видите, только с отрывом. А если были электроды бы 1,6, то смело можно варить без отрыва 1 миллиметр толщины железа. Конец видео.